По заказу маэстро Славковского в Венерославле были отлиты 7 колоколов от пудового до 80 килограммов. И в нашей программе самый известный фортепианный доминорный концерт Рахманинова обрамляют два произведения, в которых использованы колокола. И хочу сказать, что, может быть, с Божьей помощью колокола прозвучат и на освящении Казанского собора. Может быть, с Божьей помощью это произойдет скоро, того самого Казанского собора, что находится здесь, в Богородицком монастыре. Уважаемые дамы и господа, к сожалению, 21 мая день юбилея митрополита Казанского и Матерстанского, на который я был приглашен, я не смог присутствовать там по той причине, что он был призван в Москву. И так далее, и так далее. Я не буду рассказывать подробности, они, в общем, совершенно неинтересны. Но что может быть прекраснее, чем новыми колоколами поприветствовать и поздравить митрополита Казанского и Матерстанского феофана, уважаемого, дорогого нашего наставника. Поздравить с юбилеем, пожелать многое лето и, кроме как музыкальный подарок, я думаю, что все остальное будет, ну, цветы и наши записи вам на долгую память, на долгую память, на долгую память. Кутерьме событий редко удается минуты прикоснуться к прекрасному. А ваше творчество, ваш талант, ваша широта и глубина сердца, она способна была создать то, что вы создали, оркестр, которым вы сегодня управляете, и как дирижер, и как художественный руководитель, является, без преувеличения, одним из лучших, не только в России. Я вспоминаю, как мы с моим другом Гергием рассуждали о музыке. Я ему говорил, что Татарстан назначен, и он говорит, «А главное, с чего начинай, это сходи на концерты. На концерты там замечательные маэстро». Я говорю, как? Неужели такой, как вы, почти что такой? А может быть, и больше будет со временем. Я говорю, поэтому это ваше творчество здесь, это не просто талантливое подношение народу Татарстана и России. Татарстана и России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова